Механизма, каждый этап, длинная и очень интересная история, которая будет через петель. Через 3 недели мы возвращаемся на медицинскую третью мальчину. Нас будет нужна рамчая история Костролиоса, которая поражает девочек в 15 раз чаще, чем мальчика. Костролиоса, которые мы с мужем назад открыли. Саша, я отобеял ваши коллеги. Так, потом у нас будет, по-моему, уже окси. 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 Я не знаю, что это. У нас будет рассказывать, как это было. Так, ну а дальше мы видим. Значит, все. Я рад, чтобы нам пришла Аня. Для второй раз нам рассказали о собачек. А сегодня нам откроют подъемки. Аня, подъемки. Добрый день. Слышно меня? Так нормально? Не слышно? Нормально. Я нормально. Что там? Снимите рукой и пересаживайтесь вперед. Кто вообще слышал про древнюю ДНК? Так, руки поднимите. Отлично. Супер. Вообще супер. Ну все. Тогда нам есть о чем поговорить. Я из института молекулярно-клеточной биологии. Вот он здесь, рядышком. Мы занимаемся древней ДНК с 2007 года. Начинаем в институте Воробьева организовать лабораторию и какое-то время располагалась здесь у вас на этаже на третьем. Вот поэтому сейчас мы немножко разрослись. Наш класс для работы стал больше. И возможности очень сильно изменились за последние годы. Что же такое древняя ДНК? Это ДНК из археологических и палеонтологических родцов. Это костные останки, зубы, мумифицированные ткани. И по этому поводу есть большое количество статей. Археогенетика – это свежая область между археологией и археологией. Все древние образцы, все археологические и палеонтологические образцы приобрели новое звучание в свете новых молекулярных методов. И сейчас они проживают новую жизнь. Поэтому многие работы... ...по... ...в инфекциях. Первый из таких вопросов – это квага, умершие из лебры. И это тот случай, когда выделили ДНК из мумифицированной ткани, та, которая хранилась в музее. Она больше с летом находилась. И вот в 80-х годах до нее другие молекулярные методы. И большую часть работ... ...почему стали так известны работы по древней ДНК? Это все благодаря Сванты Пабы. Их лаборатория располагается в Лейпциге, в Германии. Очень хорошо оснащена. И сейчас, как бы, работают по веку. Это мировой лидер. Хотя, конечно, у них есть конкуренты. Хотя вся эта история началась очень так сомнительно. Сванты Пабы изначально по образованию вообще не биолог. Он изучал мумии египетские. Ему было очень интересно про них хоть что-то побольше знать. И, как оказалось, позднее эту мумию он выделил и назвал древним египетским каким-то своим прототипом, то оказалось, что это вообще не древняя ДНК, а это его собственная. Что же потом с ними произошло, я расскажу чуть позднее. То есть, если мы возьмем современный организм, то выделить из него ДНК и получить геном, как прочитать книгу в библиотеке, которая хорошо сохранилась, и все слова понятны и различны. Древняя ДНК представляет собой часто мусор, и при этом вместе перемешаны ДНК не только те виды, которые мы изучаем, но и тех людей, которые поработали снег, тех животных, которые рядом проверяли, погрызли. И это не обязательно в современные дни, но, может быть, когда-то давно. Денисова пещера – это яркий такой экземпляр того, что нужно прочитать в одном образце ДНК, это отдельная гигантская задача, с которой трудятся различные математики, алгоритмы, и многие новые программы направлены на то, чтобы эти методы усовершенствовать. Что же говорит о том, что как только началась развиваться археогенетия, конечно, сразу всех был огромный интерес к изучению тех образцов, которые другими методами мы не можем изучить. И первые, которые попались, это были динозавры. И выяснилось позже, что ДНК, которую прочитали и назвали динозаврячей, оказалась ДНК курицы. И это выяснилось только через какое-то время. Как это произошло? Прочитали ДНК курицы и обнаружили, что то, что называли динозавром, вообще не динозавр, а просто какой-то последовательность куриного генома. И после этого особенно сильно встал вопрос о том, можем ли мы вообще доверять данным, которые получили из древних образцов, и как же вообще выяснить, что современный образец или древний. Да, сейчас у нас огромное количество... Проект 10 тысяч геномов в Китае активно секвенирует, публикует там много очень разных геномов. Потому что ее очень маленькое количество содержится в образце. ДНК начинает деградировать, как только организм погибает. И над этим трудятся и бактерии, и грибы, и сами механизмы, которые не поддерживаются уже телом. ДНК в древних образцах обычно разваливается где-то до 50 пар нуклеотидов. Есть статьи, где работали с ферментами ДНК и в 20-30 пар нуклеотидов. Но в основном все разные. Способы различить тоже много различные есть. И сама ДНК со временем модифицируется. То есть есть изменения, которые более характерны для древних ДНК, чем для современной. Составлен был протокол еще в 2000-х годах как минимизировать дитаминатор. И это было все начиная от физических аспектов, работа в чистом боксе, сильный ультрафиолет, обработка дитаминаторами, прорывание всех приборов на высокой температуре, изоляция бокса от ЭКСР-ной зоны. Обычно бокс выносится либо в подвальное помещение, либо вообще в отдельное помещение, где не ведутся работы с современной ДНК. Если мы говорим о работах с человеком, то все люди, которые с ней работают, они должны быть натипированы, а люди, которые участвовали в добыче этого образца тоже. И работа с людьми, она многократно сложнее, чем с любыми другими образцами, потому что проверки сложнее. У нас есть бизнес, в котором мы видим, мы можем получить достоверный результат. Наша лаборатория специализируется в данный момент на млекопитающих и также на рыбах и птицах. Мы сотрудничаем с различными институтами. Один из первых наших опытов – это институт на этнографии. Там накоплена гигантская коллекция крупных млекопитающих, и первые самые работы в нашей лаборатории проводились самыми образцами по древней ДНК. Работа в ДНК, естественно, нам дали то, что ненужное. Это прекрасный объект, потому что жалко. Вопросов больше нет. Но сейчас у нас есть статьи, есть результаты и уже больше доверия к тому, что действительно древняя ДНК отделяет и количество видов, которые мы исследовали, но очень… …уперстильности. Вы можете посмотреть, как это будет. Слезы между Валентиной и Плакой падали рядом с этой пылью, которая отлетала костикой, отпиливали наждачкой в этом же самом помещении. Поэтому вопросов к тому, тоже, с чем же мы работаем, очень… Вообще, Денисова пещера, с которой все начиналось, она представляет собой крайне интересный археологический, палеонтологический памятник, потому что слои из-за линии останков здесь располагаются от настоящего времени до двухсот… …примерно из одиннадцатого слоя – это около 40 тысяч… …людьми, где обитание… в зависимости от времени года. Здесь располагается… ну, можно найти… видов питающих, и очень много разных… Скорее всего, животные, где обедали, там и оставляли часть этого всего, и сохранность этих образцов увеличил тот факт, что это, по сути, самый большой туалет… …премен… голова к росту… …пósимерный, до 20-й парню важна… …на… оно… …важно… …aca соответственно. Тебе университет, оноょ Ек smaller… …мотомо… Это был набор различных, не перекрывающихся фрагментов, чтобы составить какую-то более длинную последовательность. Из Денисовой пещеры у нас были образцы, где древняя последовательность могла быть почти 500 пармокриотидов. Это очень много для древних образцов. Самые древние были, по-моему, только у пингвинов, которые вечно были в золоте. У них было больше 1000 пармокриотидов в сохранности. Самый известный образец из Денисовой пещеры – это, конечно, девочка. Сейчас найдено несколько зубов в этой пещере. Тоже, как Денисовым людям, известны факты гибридизации со современными людьми. И большое количество, 20% генома – это у людей из Полинезии. Сейчас хранилась Денисовская. Неандертальты тоже присутствовали в этой пещере. И факт того, что одновременно на одной территории в Италии разные представители человекоподобных. Денисовская пещера является собой интересным. Чем мы пользуемся? Потому что объяснить, почему мы занимаемся косулей, кроме того, что она может быть охотничьим видом, это тяжело. Это самая первая работа, которая началась в 2017 году. У нас сибирская косуля была. Изучали мы тогда короткий фрагмент контрольного района, были подобраны прайверы, вложенные прайверы. И здесь представлена хорошая картинка, когда мы получаем действительную полосу. Обычно древние образцы выглядели как много разных образцов. Нужно было каждую из них отдельно вырезать и секвенировать. И в 90% случаев там оказались грибы, бактерии и растения. Поэтому этот метод я не люблю и очень рад. Мы получали древние образцы суль и разных образцов от 2000 лет до 20 лет. Оказалось, что современные сульки были плохо изучены. И мы отдельную работу проводили, чтобы составить карты, как располагаются такие образцы современные. Оказалось, что в Денисовой пещере на протяжении... ...по всему ареалу обитания. И тут было несколько теорий про то, что Алтай это были как ворота через... Из-за Азии в Европу и большие миграции прожили там, поэтому часть косуль как бы там осталась. Так, вторая теория про то, что во время ледников... Ледников, последний из которых было где-то около 20 тысяч... ...всегда сохранялась благоприятная температура. Поэтому, когда появилась возможность расселения, они на территории Азия двигались по территории... ...какая разница между древними и современными гоплотипами. Обнаружили про то, что древние гоплотипы дают ветки современных, которые сейчас встречаются и на Алтае, и в Якутии, и на различных территориях. То есть и к Дальнему Востоку тоже. Сейчас эту работу продолжают наши аспиранты. И задача у них уже стоит по полному метахондриальному геному и по некоторым ядерным маркерам... ...попробовать построить более точную филогенетическую сеть современных косуль. Также мы работаем не только с образцами из Денисовой пещеры, но и из других пещер Алтая. И один из самых известных образцов наших это... ...череп собаки, который был найден еще в 80-х годах Дмитрием Оводовым в Радоганичьей пещере. И на тот момент это был единственный случай... ...в пещере и по известным молекулярным маркерам, то есть когда секвенировали много современных пород разных собак из разных областей... ...было вычислено по молекулярным часам то возраст... ...му 33 тысячи лет и поскольку череп был похож на собачий, вопрос это правда или все-таки нет. Нам отпилили кусок нижней челюсти и этот образец стал работой, ...когда мы брали также кусок контрольного района, подбирали промеры и секвенировали этот фрагмент. После первого пула работа было получено 413 пар нуклеотеев. Мы сравнили со всеми на тот момент известными геномерами собаки и волков и оказалось, что тот череп из кончей пещеры имеет шанс оказаться черепом собаки. И поскольку это была очень интересная находка, то сразу же перехватили... ...не только собаки, но и древние волки и много разных видов собак. Извините, собак. И после этой статьи уже стало известно, что наш образец уникальный. И мы отметили, что сохранность была на порядок выше, чем у них. И оказалось, что все современные собаки... ...то была такая теория, которая сейчас состоится... То есть у волководов у них слишком противочивые взгляды на образование и появление первых собак, поэтому я не беру из себя вообще никакой ответственности сказать, что это данные окончательные. То есть чем больше изучается собак, тем больше различных уточнений вносится. Откуда же произошли первые собаки? И в нашей статье мы указали, что... ...лосей. И, скорее всего, она выглядела как-нибудь... Так, сейчас подождем. Нет, вы не узнаете, как она выглядела. Вам придется только догадывать, что... ...зависла стрелочка, не переключается. О, все, отлично, пошло. То есть, скорее всего, собака... Ну, специально есть название вот у этих лайко-подобных собак, то есть у них разные виды. Есть те, которые используются... Есть те, которые для каких-то еще охоты, и у них есть отдельное название пород. Надеюсь, что здесь нет собаководов, они меня не растерзают в этой формулировке, потому что там, оказалось, совсем все у них сложно. По морфологии или по ДНР? По ДНР... ...собак, которые наиболее близка к древним. И после... ...большой пул работы... ...проводится на... ...вернемся к вопросу о том, какой же самый древний изученный образец. Это как раз... ...образец из... ...места Тристал Крикова в Канаде, где... ...образец обнаружили в вечной мерзлоте. И возраст в 850 примерно тысяч лет. Это почти верхняя граница возможного возраста... ...сохранных... ...которых воскресили. И вот этот образец, который в 850 примерно тысяч лет, он и был тем самым образцом того, как можно из коротких фрагментов, которые около 20-30 пар нуклеотидов собрали полный геном. Эта работа колоссальная была проведена большим коллективом авторов. Для уточнения времени образования различных видов лошадиных это была очень важная работа. Сделали несколько видов древних лошадей, лошадь Пржевальского. И было показано, что все лошадиные, они отделяются от ослов, которые кианги и куланы и так далее, больше чем 4 миллиона лет назад. И все современные лошади, которых мы видим, включая там Пржевальских, те у нас получились уже около миллиона лет назад. То есть все современные породы лошадей, это все... И когда мы берем... В нашей лаборатории тоже выбраны праймеры и проведена работа первичная по изучению именно окраса древних лошадей. Поскольку очень много генов замешано в формировании той или иной окраски, то точек выводов сейчас невозможно сделать. Но попытки у нас уже есть. Выйти не только на митохондриальные маркеры, но и на ядерные. Планы работы классические. Также для того, чтобы сделать зонд для обобщения ДНК. То есть из древнего образца, если мы... ...древнюю ДНК, выделяем ее, ту, которая она есть. Сразу пришиваем к ней адаптеры с уникальным... ...современной ДНК. Мы выбираем современную ДНК, чаще всего это митохондрия. Нарабатываем современную митохондрию. ...как же его нарабатываем, получаем зону. И затем уже на магнитных частицах, которые связывают... ...за счет взаимодействия с репетиторами... ...по концам адаптерами, она уже будет отделяться от любой современной ДНК. И в этом плане несколько работ мы делали. ...показывали, что не случается шаров и современная ДНК. То есть не перемешивается. Хотя это самый первый вопрос, откуда же вы знаете, что вы не современную секвенируете. То есть знаем, что секвенируете не современную. Ну и, безусловно, тот образец, который используется для создания бетилилированных фондов, он обязательно секвенируется, чтобы сравнить ее с уникальными последствиями. Я не могу сказать точно, что вот эта кость там гнидой лошади и у нее были там какие-то... ...определенные. Это... ...пусть ли это ее гигантская работа. Вот она вернется сейчас с Франции своей работы... ...по то, что у лошадей все очень сложно. Если мы возьмем из разных географических областей лошадей, прежде на то, что у них есть какой-то уникальный маркер, то это совершенно не так. Лошади активно перемещались, обменивались, продавались. И каждой породы лошадей, если мы возьмем метаклю, она содержит любые вообще маркеры. Поэтому ими возможно по метахондрии работать. Здесь нужны именно ядерные маркеры. Но все равно некоторые закономерности можно наблюдать. даже по ним. Но другие лошади, которые проводили на лошадях, нам показали несколько костей. И еще тогда их я проводила. Оказалось, что мы насеквенировали из лошади не лошадь, а исследованные из умершего лошадиного, которые сейчас ближе всего относят к зебрам. и киангам. Как это обнаружилось? Мы сделали полную метаклюнцию и поняли, что ни одной современной лошади не относится. И самый первый анализ пласт, который все используют в CBI, он тоже нам выдавал гомологию с другим видом. Этот образец был также из Денисовой пещеры. Изначально его возраст рассчитывался от нами, что это где-то 20 лет. И еще там 40-50 тысяч лет назад мы обрадовались. Сделали радиоперродное анализ. Оказалось, что у нас не древняя лошадь. И 32 тысячи лет назад открытие не произошло. Тем не менее мы все равно построили филогению для этого найденного образца. Тот образец, который был до этого единственный описан из Красноярска, из Хакасии, действительно очень близко тому, что у нас получилось. У нас есть филотическое положение. Их среди вот это современной лошади, пральского лошади. Здесь ослики, зебры и океанги. И у нас наши образцы. Это действительно древний вид, который выглядел как-нибудь стель между зеброй и океангом. И маркеры не изучали, как эта лошадка могла выглядеть. Времени у меня немножко соревновали. Я перебираю те образцы, с которыми мы работали, и те задачи, которые перед нами стояли. На территории Алтая в Денисовой пещере и рядом были обнаружены большое количество костей хищных. Часть из них относилась к медведям. И известно, что современные медведи у нас водятся только бурые, но это было не всегда так. То есть раньше здесь жили и пещерные медведи, которые большие, которые очень хорошо изучены в Европе. И описано их положение филогенетическое уже давно. И как оказалось, что на территории Алтая в Новосибирской области жил медведь, который по размерам был в раза полтора примерно поменьше. И систематикой его относили к пещерным медведям. Более точное его положение было неизвестно. И мы начали работать с медвежьими. Если посмотреть на костные останки, то по челюстям, это не только пещерного, но и пещерного. Скорее всего, он питался чем-то другим. Но если посмотреть на кости скелета, то здесь мы видим, что полтора раза на треть различия. У нас на данный момент готовится публикация по четырех медведям, которые относятся к бурым. И для их сравнения мы взяли современных медведей различных по территории Сирии и Западной. Как вообще находят древние образцы медведей? Это удивительный факт. Каждый из вас весной может поучаствовать в таком эксперименте. Есть реки, где очень явилистые берега. И когда весной отходит, когда паводок, то эти воды вымывают из глубинных слоев крутого берега костей и затягивающих. И чумы, где больше всего таких находок, там можно найти большое количество крупных млекопытающих. Больше 50% этих костей относятся к бизонам. Но там есть также и матки, и вымытый рек, как определяют датировку. Обычно тот же Васильев может по внешнему сказать и по сопутствующим костям. И, конечно же, делаются радиоуророды. Обычно возраст с разных мест немножко варьирует. Здесь еще раз описана схема обогащения. Мы готовим бионерированные зоны. Почему это вообще происходит? Потому что, если мы возьмем и выделим ДНК из образца и сразу отсегменируем то, что есть, ну, как вот она выделила, то окажется, что среди, например, 100 тысяч видов ни одного не относится вообще к исследуемому виду. То есть нет в этом совсем. И приходят различными способами из вот этой смеси их как-то оттуда выцеплять. Попробовать нам, например, на 100 тысяч ридов, ну, там, тысячу ридов-пять тысяч ридов исследуемого вида. Ну, поскольку мы больше метахондриальной ДНК, уже есть шанс того, что это соберется. Для себя, например, для данного эксперимента, где вот полные метахондриальные последовательности были получены, мы изначально исследовали 15 костных образцов и сделали первый раунд секвенировать. Ну, то есть, естественно, было обогащение. И те образцы, где было маленькое число ридов, мы отбросили. Потому что, получается, что анализ стоит колоссальных денег. И это, ну, как не идет ни в какие сравнения. То есть обычно в больших лабораториях, которые делают публициальные исследования, у них очень много идет на подготовку, на проверку качества ДНК, есть ли вообще что-то из исследуемого образца или нет. То есть либо готовят короткие элементы, или ставят реалтайты, те образцы, которые вообще имеют шанс быть восстановленными. Для определения вида с лошадью овода там можно было и короткий элемент поставить. То есть нам удалось собрать ее полностью и собрать ту гипервариабельную часть, которая у предыдущих авторов нет. На Моисейке и Иллюмина этого вполне достаточно, для того, чтобы первый анализ проводить. И у медведей в качестве изучено оказалось, что наши древние образцы из различных... ...саду, которая сейчас известна по территории всей Европы, Сибири, Камрадки, Дальнего Востока, Хоккаида и так далее. То есть все острова, которые есть в Апонске, и вся территория Сибири, это все были когда-то предки того бара, который к нам неизменным видом попал. И из Дениса Ищера был образец возраста 4 тысячи лет назад, и сейчас среди современных есть всего два, которые к нему близки. Все остальные современные виды с территории России, они относятся к другой классу. К ходу из 12 образцов мы вышли на Эдгоплотен. Также 30-тысячный образец с реки Киму, он ложится в основании всей ветви юно-азийских медведей и медведей из центрального Хоккаида. Вот в эту ветвь попадают очень большое количество образцов современных медведей, и медведь, который был в возрасте, из пещерных медведей. А здесь же вы видите образцы из островов. В чем сложность работы с некоторыми образцами? что, например, бурые и белые медведи имели несколько этапов течения их и в эти моменты произошло полное исчезновение исходного метахондриального генома бурых медведей. И сейчас, если мы будем изучать по метахондриальной ДНК, все бурые и белые медведи это как бы одно и то же, то есть по один вид, по сути. ...бурого разительно, как действительно разошедшиеся давно виды. Это показано, что они разошлись больше 120 миллионов лет. Но вот эти... Ой, миллионов тысяч, простите. Это уже в бинозаврах ушло. Больше 120 тысяч лет назад уже бурые и белые медведи были... ...медведи, они пересекались. И мы это можем наблюдать в метахондриальной ДНК. У бурых и у белых она одинаковая. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Бурые и белые самые последние и пещерные следующие к ним. То есть здесь сейчас... ... Ну, пещерные это отдельный вид. То есть вот вот у нас есть вот белые медведи, есть бурые медведи, раздельяются на восточный ветвь, пещерные медведи это следующие к ним разошлись. И уже дальше идут в Гималайзии, в Гималайзии, тибетский медведь и медведи, которые не медведи, я забыла, как они называют. То есть, лещерный медведь нашёлся в себе раньше, чем бурый и белый. Да. Раньше, чем бурый и белый между друг другом. Вот. Ага. Ну, в общем-то, закончили. Так что, покойте. Можно аплодировать, да? Спасибо. Попробую, Таша. Да, так хорошо, Таша. Да вы же и так всё знаете, что вы у меня слышите? Просто ваша уведомительность в самом деле, с начальником власти, в большинстве, в том числе, в котором вы, поскольку вы этим занимались, мы не закончили, что у наших денег. Но, в том числе, вы не знаете, что у нас что у нас есть. ...образование, и оно шло как, отбирали самцов наиболее, там, выдающихся к качествам, и по Y разнообразию современных лошадей там всего 5 замен, то есть вообще ничего, 5 замен, а если мы возьмем по митохондриальной НК, то там разнообразие просто в раз больше различных гаплотипов. Поэтому, скорее всего, люди выбрали наиболее там симпатичных, здоровых и красивых, а самки подходили те, которые были в данном регионе, и уже получали на месте что-то свое. По-моему, наиболее здоровые и красивые были где-то близки друг к другу. Здоровые и красивые, они близки друг к другу. По-моему, люди недавно были бурные дебюты, и в журнале «Природа» в том числе, по поводу того, что это такое. Это действительно древнее, в нашей телевидении, в нашей стране, только разница, и про то, что сегодня бегает, там, в нашей стране, что же туда выпустили. Это что, это действительно древнее, в общем, природинское, или это вторично одевшее? Скорее всего, это вторично одевшее, потому что, когда... Очень маленькое количество из них действительно древнего. Это уже результат гибридизации. Так, Таня, еще раз, я про то, что я тебе уже здесь. Мустанг – это то, что бегает в Америке. Ничего от вот этой, от той не осталось, да. Это все вторичный запуск. Вторичный, ну... То есть, после Конкистадора. Да. Чего до Конкистадора там не было. Ну, я прям не могу, прям, вспомнить, что все, что они там на... Да, то есть у нас сейчас... Пока там ничего не видно, кроме азиатских, вообще. Никакой американский сертифик не было. Это не верблюды. Я сегодня узнала, что верблюды оказываются из Америки. Чего верблюды? Верблюды оказываются из Америки, я не знала. Сегодня я все не узнала, поэтому, может, не знал. Да, пожалуйста, Николай. Я просто себя немножко прощаю. Работает физический, анализ, современный, постоянное общество, пересматривает, лет отношений и прочее-прочее. Это нормально. Нормальная работа. Схема именно образования видов? Филогенетическая схема всегда договаривается, по какому району и для каких образцов это сделано. То есть если вы найдете какой-нибудь садо чудесных людей, которые не изучены, и добавите свое, то, в общем, поменяется. И тогда, ну, карта изменится. Поэтому всегда важно, каким методом, на каком районе, сколько букв исследовали и как строили. И тогда... То есть, как бы сказать, так? Это схема, которая построена... На данный момент. ...ваших и ваших вообще целей. Всех известных данных. Ворот еще поработает, лет 10, 20, 30. И все изменит. И вообще будет все другие. Да. Вот так мы и работаем. У меня есть чем заняться. Вы можете найти новые образцы и все изменить. Так, еще вопросы? Да, вопрос какой-то есть. Так нет, будет... Да, боюсь. Так что, не правда. Сейчас такое ощущение, что я саша... Так, но... Палк Михайлович! Чего ты? Я все про вопрос задал. То есть, по всей науке, и ситуации реалии, и ЦСКА. А, как бы, как я перечасаю. Эта история... Я вот, поскольку я работаю с этим порядком, я должен долго... ... И слава Богу. Так, тогда ладно. Это долгое время. А еще там вопрос. Да, нет. Вот по поводу этого здоровья, а то, что сейчас нам даже кости не нужны, давайте вынимать почву. Расскажи чуть-чуть про цепи из почвы, что там есть, чего там есть, и на что можно надеяться. Ну, из почвы на самом деле довольно сложно. Поэтому то, что удается выделить, даже когда мы изучаем современные бактерии, это довольно сложно. Ну, по крайней мере, наш опыт это подтверждает, потому что работы с почвами... То, что есть люди, где действительно изучают почвы, которые рядом были с вот этими древними абзацами, это точно. Конкретнее я ничего не могу сказать. Я знаю, что они охотятся за нашими данными. И даже введем пересыку по этому поводу, чтобы они посмотрели их на предмет каких-то своих микроорганизмов, которые им интересны, в тех данных, которые мы уже инфинировали. Но мы пока не... Ну, почему бы все-таки анализ микроорганизмов? Ну, больше всего, да. Вот в этом же туалете ничего выделить невозможно. Ну, если бы с кости, то сложно, да. Ну, как бы, есть люди, которые изучают, ну, как бы, мумифицированные животные, у которого там в животе что-то есть, и вот они изучают, что же оно там ело, и какие там были организмы. Такие есть работы. Вот. Поэтому изучают-то вообще все подряд. Все зависит от того, сколько у вас денег. То есть, если у вас много денег, вы можете изучать и с почвы. Вот. Большинство которых от секвенирован, если посмотреть их в баранах, то это просто лошади обычные. Там нет никакой уникальной у них последовательности. Ну, у нас конкретно не было. Ага. Там-то... Просто к таким заявлениям очень скептически всегда относимся, потому что очень много ресурсов следуется на то, чтобы подтвердить чью-то теорию, и потом она ни к чему не приводит. У нас бывают такие работы, когда там у нас какая-нибудь собака, суперсобака, и мы секвенируем, а это получается обычная собака. Или еще что-то. Как в елке ходить собакой, да? Да, это там что-то... То есть, у нас как бы... Мы стараемся сейчас рационально использовать свои ресурсы, потому что нам не дают грант на изучение чего бы то ни было. Это классная тема, и если получится выпадать деньги, то, конечно же, мы будем это исследовать. То есть, разумно, попадать к своим ресурсам, не делать всякую фигню, которую мы будем не опубликовать. Ну... Ну, у нас стоит момент в коробе, очень классный объект, что образцы были из вечной мерзлоты, и все работы по древней ДНК, которые нормальные, они были именно на мамонтах, потому что кости хорошие, сохранность хорошая изучена, они уже доскональны. Поэтому, ну, здесь чего-то нового открыть будет как бы сложно. Ну, действительно, древние образцы, они вносят корректировку в те датировки, которые сейчас есть. Но это не прям так супер, как это грандиозно. То есть, поправка есть, это точно. Теперь, в какую сторону ошибались до древности ДНК? Преувеливали, разговорили замен или преуменьшали? Ой, это в зависимости. Так, хорошо. Сначала еще одно. Вот эта история с динозаврами. Мне, кстати, надо... Когда вот этот университет устроил эту тему из своих книг, они меня позвали там рассказать, можно ли у вас быть динозаврами. Я стал что-то читать. То есть, первое, что я работал, значит, в 91-м году я вышел на продукцию. И в 91-м, в 92-м году я работал, в 93-м году я работал в 92-м году. На 95-м году про то, что в Янтаре секвенировали охоты клапана. И даже сделали филогене этого клапана, он оказался близкий к времену. Ну, все замечательно. По-моему, это... Ретракции, я так понял, не было. Ну, как так вот... Рассосало, собственно. Другой вопрос, Аня. Вы ли разговаривали о том, что, конечно, ДНК нельзя секвенировать, но каким образом коллаген окаменевает или какие-то там отпечатки, которые в структуре молекулы коллагена можно что-то там восстановить? Что-нибудь вы про это слышали или нет? Об этом слышала сегодня. В плане того, что... Ну, от вас первый раз, а сегодня второй раз. То есть, оказывается, люди, которые работают с древними образцами, действительно смотрят у них белки. Вот. То есть, это действительно возможно. Больше ничего не могу сказать. Я ничего не слышала, что это... 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 Они доказали, что это... Это невозможно. Вот. На самом деле, из-за этих маркеров коллагенов... Да. Это... На пике популярности. Собственно говоря, вот те, когда... То есть, просадочные ДНК съезды, ДНК... То есть, что... Второй подход, когда... Тоже интереснее, когда вот эти колонии сходят, от насрасных останков животных, которые практически уже не определимы, да, если они выходят очень далеко вниз. Насколько... Дело в том, что... Они, по сути, это масса микрометрических разменяют. И все. Просто масса микрометрических характеристики молекул. Большой вопрос. Как древние карты, раньше было декабряно, насколько дайти реагировал, таким образом, забыл, и замерзал. Раньше сейчас еще стоит вопрос, что просто с этими колониями не являются ли уникальные характеристики молекул, спектрометрические, которые получают просто следствием с помощью коммуникации и фигурного датации или нет. Это вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас все виды, которые мы исследуем, есть ревенционные геномы, современные, которые получат эквенированные. Нам нет необходимости на дальние вороты. У нас было такое именно с лошадью Овлова. То есть мы изначально думали, что это просто лошадь и взяли ее геном. И оказалось, что, ну, сколько близки не были все эти лошади, и Пржевальского тоже, оказалось, что это район, который у лошадей имеет там последовательность, есть мебельные и меньше повторов. А если мы взяли потом после Икеанга, то тот момент, который у нас не складывался, наш референсный, у этой лошадьевого слоя, потому что есть секвенированная, хорошо восстановленная, одинаковая, ну, там, последовательность повторов. И плюс, что в смене референсного генома нам удалось более качественно получить свой. Насколько удачно подобрали рейтинг на Стамбинов, настолько надеждаешься, как было. Нет, ну, я просто, я думаю, что здесь все-таки, поскольку речь идет о большинстве современных видов. Ну, да. Это, ну, у Дениса, когда речь идет о психоэффициентах, лучше, лучше, 50. Ну, да, у вас все-таки легче задача намного. То есть, когда речь идет о психоэффициентах, то есть ситуация, когда здесь и тянешь больше, если ты не скажешь, на другом, а в работе, ты имеешь очень, как бы сказать, ужасную дворку, то есть, когда речь идет о психоэффициентах, то есть, когда речь идет о психоэффициентах, в нашем канале. То есть, можно сказать, рекомендационные, да, рекомендационные письма, и даже одно это такое, да. Из той же серии мне предложила... Итак, нашего биловского журнала.